Вюрган, Прилоский район. Четыре района Коми выставили свои сборные на ежегодный слёт юных техников. Начинающие Кулибины представили свои авиа- и судомодели, продемонстрировали навыки начального технического моделирования. В этом году команды поменяли место дислокации из села Межадар. Состязания приехали в лагерь Гренада. Викторию Палкину впечатлили воздушные бои. В столовой лагере развернулась передвижная выставка машинки, мини-парапланы, винтодисковые кулеры, всего полсотни моделей. По словам самих юных техников, на такое изделие уходит не больше двух недель. Но если, конечно, опыт есть. А вот педагоги уверяют, без знания азбуки электричества никуда. Что такое моторчик, что такое батарейка, провода, как это всё соединяет. Уметь составить электрическую схему. А уже художественное оформление может быть совсем разное. И на любую тематику, и на космическую, и на пожарную. В это время на стадионе лагеря гремит воздушный бой. Это, пожалуй, самый зрелищный вид авиамодельного спорта. Нужно сбить противника с траектории и сорвать ленточку. К примеру, в полёте кордовых моделей работает пара – пилот и механик. И выложиться на 100% должны оба. Иначе – поражение. Механики хорошо работали. Модель хорошо запустили. Быстро всё сделали. Соперник, в принципе, несложный. На кружке ребята посложнее есть. Но выиграть не так легко. Погода в этом году сыграла на руку юным техникам. И многие только благодаря этому смогли улучшить свои прошлогодние показатели. Солнца нет, не слепит. А то, когда летают ребята, на солнце слепят. Я сам летал тоже неудобство. Во-вторых, ветра практически нет. Модели хорошо видно, не сдувает. А то ветреную погоду модели сносят. Приходится делать поправки. Фигуры, соответственно, качество ухудшается. Оценки убавляются. Результат ниже получается. Вообще, лидером по авиамодельному спорту в Коме считается сборная Печоры. Но в этом году пилоты не приехали. У местных техников просто нет денег. По этой же причине команду не выставили и интинские мастера. Финиширует республиканский слёт юных техников в четверг. Но уже завтра после обеда станут известными на победителей. Пока делать прогнозы никто не берётся. Состав команд в этом году очень ровный.